Итак, время главного события, возвращения Остина Траута, я его назвал почему-то лососем, нет, он форель, форель, и как поймать эту форель, расскажет ли нам Тедди Атлас, интересно, ну, Дэниэль Доусон достаточно прямолинейный боец, но с очень приличным ударом, Остин же Траут умеет в ринге все. Это было великолепное чувство, когда я стал чемпионом мира, это для меня значило очень много, до сих пор значат, и когда я защищал, это действительно были лучшие моменты моей жизни. И когда я дрался с Мигелем Котто, ну, это был невероятный бой, вот она радость после оглашения вердикта. Ну и вот наступил 2013-й. Самый страшный год в моей карьере. Первый раз я оказался на полу, в бою против Сауля Альвареса, и бой я проиграл. Ну, хотя, это я вот себя добавляю, не все так явно в этом бою. Об этом мы еще поговорим. Ну и вот еще одно поражение от Арисланди Лары. Но, с другой стороны, я женился в этом году, и это как-то скрасило, конечно же, впечатление от 2013-го года. Я вернулся, я вернулся, я вернулся, и всерьез. Я знаю, что будет непросто, но я иду за титулом. Итак, вот сказал я, что не все так просто в поединке с тем же Саулям Альваресом, после победы над Котто. И в бою с Котто разрыв был огромный в пользу Траута, но раунды были достаточно равными. Не смотрелось, не выглядело преимущество Котто от Траута таким уж подавляющим. А вот на бумаге именно такой счет остался. А вот в поединке с Альваресом сухая статистика фиксирует, что преимущество по нанесенным ударам и по ударам, которые дошли до цели, в пользу Траута. И уважаемые люди, такие как, скажем, Дэн Рафаэль, Элбер Стайн, совершенно другие счета выставляли, а не 109 на 118. Дэн Рафаэль посчитал, что равный был счет в этом бою. Дэн Рафаэль 114-113 в пользу Альвареса, так что достаточно равный поединок был. Итак, Траут, левша. Долсон любит идти вперед. Любит раскачивать корпус и нагибаться вперед. И тут надо встречать его левой апперкотом. Левым снизу, когда он идет вперед, сильно наклоняясь. Как же добиться Долсона своей самой крупной победы в карьере? Как нужно выбросить этот левый боковой, с точки зрения только левый боковой? А тут, нет, не левый, а именно правый. Качать корпус, искать. Бреши в обороне, ударами по корпусу, а затем уже справа. Ну, так любят пошутить Тедди Атлас. Ушат холодной воды, то, что называется. Ну, а что же... Доусон. Доусон, по-моему, лишь второй раз на территории Соединенных Штатов боксирует. В первом случае проиграл Сергею Дзинзирюку в титульном бою. Было это, ну, уже довольно давно. Более четырех лет назад. Нокаутировал Сергей Дзинзирюк в десятом раунде Доусона. Ну, а так остальные бояли в Австралии. 44 поединка, 40 побед, 26 нокаутов. Три поражения и одна ничья. В чем эти поражения? Ну, вот от Сергея Дзинзирюка, от Даниэля Гила. Также теперь уже экс-чемпионы мира. Которого уничтожил буквально Геннадий Головкин. Ну, и после Сергея Дзинзирюка через пять месяцев неожиданно в родной Австралии проиграл Франко Лапорто. Совершенно неожиданно. В 12-ти раундовом поединке за титул P.A.B.A. Даниэль Долсон... Кстати говоря, карьеру этого Лапорто закончил как раз Остин Траут почти три года назад. Нокаутировав, и Лапорто после этого на ринг не выходил. Сначала Даниэль Долсон заявил о себе как звездного уровня кикбоксер. Стал двукратным чемпионом мира. Ну, и на его личном сайте утверждается, что он первый человек в истории, которому удалось стать чемпионом мира в трех единоборствах, в трех дисциплинах, в кикбоксинге, в муай-тай и в боксе. Ну, я не знаю, в боксе про муай-тай ничего не скажу, не знаю, как он выступал, а в боксе чемпион P.A.B.A. и WBO Asia Pacific в общем, никогда не считались мировыми титулами. Но парень с ударом, парень жесткий, крепкий, 36 лет ему уже, так что для него это хороший шанс подзаработать и получить в дальнейшем денежные бои, если он с Траутом справится. Траут по-прежнему достаточно высоко котируется в дивизионе первого среднего веса. При том, что из рейтингов из многих он вылетел, но на седьмом месте WBA расположился лишь. Но в независимых рейтингах, которые составляют журнал Ring или же различные сайты, которые пишут о боксе авторитетное издание, он по-прежнему в десятке лучших, как оно и должно быть. Хорошая любительская карьера была на уровне чемпионатов США. Ну вот, атака Траута, быстрый левый и удар справа. Не знаю, с большим ли количеством левшей встречался Доусон высокого качества. Думаю, что нет. Ну и будет ему не очень легко, он любит держать переднюю руку достаточно низко. Снова комбинация на этот раз правый, боковой и левый в разрез. Так вот, в любителях то выигрывал, то проигрывал на уровне всеамериканских состязаний Остин Траут. Причем встречался с соотечественниками, которые также потом перешли в профессионалы, но позже, чем Траут, добились каких-то успехов. Я имею в виду здесь Иванеса Мартиросяна и Деметриуса Андрейда. И вот как раз из этой плеяды Траут первым стал чемпионом мира. Причем, ну, достаточно неожиданно. Не было у него громких побед до того, как предложили ему бой за вакантный титул WBA. Высоком стал в рейтингах, но WBA достаточно странная организация, мы об этом много уже говорили. И победив Ригарберто Альвареса, затем дважды защитил пояс от притязаний, кстати говоря, не самых сильных соперников Дэвида Лопеса и Франка Лапорта. Затем Делвин Родригес, это уже серьезнее, с ним разобрался очень, очень хорошо Траут, равно как и с Мигелем Котто. Вот это был лучший бой Остина Траута, и его уже начали считать одним из лучших боксеров, независимо от весовой категории. И вот Сауль Альварес, Исландия Лара в течение восьми месяцев дважды огорчили его. Впервые побывал он на стиле ринга, и в том, и в другом бою, кстати, оказывался он в нокдауне. Ну и вот, смотрите за статистикой. Большое количество ударов. Это визитная карточка Остина Траута. Посмотрим, сохранил ли он свою подвижность, летящие руки. Через месяц ему исполнится 29. В каком он психологическом состоянии, вот что важно в том числе. Как готовился Долсон к левше? в принципе, времени на подготовку было очень много, потому что об этом поединке было извещено заранее, чуть ли не весной. Ну а последний бой свой провел Даниил Долсон, вот это может ему повредить, 11 месяцев назад против опытнейшего Алекса Буниме выиграл в 12-раундовом бою. А до этого дрался лишь в 12-м году. Так что за последние 20 месяцев лишь второй бой проводят. Даниил Долсон и это может сказаться на его действиях. Вот это отсутствие опыта 37 ему стукнет в октябре. В этом возрасте нужно чаще выходить на ринг, безусловно. Ну, видно, что поддерживает себя в форме. Но соревновательной практики, тем более для такого уровня, может и не хватить. Однако у него есть удар. удар приличный, жесткий, но попадание справа нужно ему как воздух. Перебить по количеству Остена Траута Доусону будет очень и очень сложно. Не уверен, что он будет к этому вообще стремиться, рассчитывая на свой момент. попадание слева. Доусон, вернее, Траут таким суперпанчером никогда не считался, но все-таки 26 побед, 14 досрочных. Подскользнулся Остин Траут, считает рефери Джек Рейс. Ну, понятна разница между экс-чемпионом мира и Хасан Дамджикам сейчас на ваших экранах, которому скоро выходить на ринг, оспаривать титул чемпиона мира. Ну, а Доусон что, пока терпит? По-настоящему себя еще не проявил. Мы покажем вечер, в котором Хасан Дамджикам сразится с Кертисом Стивенсом. Будет это в среду, но такой формат 1 октября. Ну, а 8-го Сэм Солейман против Джермейна Тейлора. Вот в течение недели какие мы супер бои увидим. и легко пока действует Траут, легко выглядит, опережая Доусона. Возможно, Доусон усыпляет противника. С другой стороны, он понимает, что состязаться в скорости, в мастеровитости с Траутом, ему не стоит. Но вот ловит на правой. Вот и ловит на правой. Вот то, что Доусону и нужно было. Не пробит ли Траут? Не пробил ли его Альварес, а затем и Лара? Что удар-то держит не очень здорово. Третий бой подряд, он оказывается на полу. Насколько он потрясен. Не бросается вперед Доусон. А мог бы попытаться. Вот это развитие ситуации. Вот он шанс Панчера. Очень здорово поймал справа прямым на контрдвижении. Траут попадает. Так старается отыграть этот нокдаун. Вот на средней дистанции, возможно, опасности ждут Траута. Ему не нужно задерживаться здесь. Ударил, ушел. Вот его стихия. Ударил я не имею в виду одиночный удар, но и комбинацию выбросил, ушел. Он рассчитывает на свою скорость. А вот правый. Посмотрите, попал до этого Траут. И снова правый в разрез. И Траут на полу во второй раз за раунд. Улыбается, но понимает, что в опасное положение попал. И нету времени у Долсона догнать противника. Но вот это раунд. По первым двум трехминуткам никогда бы не подумал, что вот такое развитие может быть. Хотя, с другой стороны, что они изменили, да? Все знали, что класс Траута выше. Все знали, что жестко бьет Долсон. Долсон. Первые два раунда подтвердили первое. Третий подтвердил второе. Ну вот насколько потрясен Траут. Ну вот это классика, конечно. Полшага назад и справа и движение вперед. Точно в подбородок. И вот здесь зазевался и коротким ударом пропустил-то, может быть, и пожестче. Удар Долсон, но нанес какой. И это говорит как раз о том, что держит он удар лучше, чем Траут намного. Ну и никто не обещал Остину Трауту. И он сам понимает, что легкой прогулки не будет. Наверное, так и нужно действовать Долсону на контратаках и ждать своего момента. Долсон попал пять раз. Дважды соперник оказывался на стиле Ринга. Это говорит о многом. Но никак не говорит о возможном исходе этого поединка. Если Долсон еще приложится плотно, если Траут вообще не держит удар, ну вот тогда и поговорим. Посмотрите, несмотря на два нокдауна, поклонники бокс, которые голосуют посредством Фейсбука, ну еле-еле уговорили себя отдать раунд Доусону. Да, очень нелегко будет Остину Трауту не в этом бою, а в дальнейшем, даже если он выиграет. Мы много рассуждали о том, какой хороший панчер Доусон, но в первом среднем весе есть ребята, которые значительно сильнее его. Сильнее именно в ударной мощи в том числе. Да можно взять хотя бы не самого техничного, не самого одаренного, но Джеймса Керкланда, который бьет страшно совершенно. Я уж не говорю о том же Альваресе. Тут есть и Джеймэл Чарло, и есть Энди Ли. Есть очень хороший Вилли Нельсон. Осторожен Доусон, но как видит свой шанс, пытается за него зацепиться. Ну, уступает он и в скорости, и уступает он в технике. Хороший раунд для Доусона. Простите, для Траута, конечно же, приходит он в себя. Но, вы знаете, не скажу, что он оправился от нокдауна. Тут не в этом дело. Дело в том, что он вообще удар не держит, судя по всему. Удар плотный. Если придется голову, то он падает. По-видимому, с этим уже ничего не поделаешь. Ну, а у Доусона задача, кроме как контратаковать вовремя и точно, еще и не пропускать большое количество ударов. Потому что просто измучает к концу боя Траут своего соперника. Если же Доусон не закончит досрочно. Ну, или Траут. Потому что, я уже говорил, визитная карточка Остина Траута, большое количество ударов. Ну, достаточно сказать, что в поединке с Соулем Арваресом, одним из лучших боксеров среди всех весовых категорий, количество, соотношение ударов, которое было выброшено, 769 у Траута, 431 удар у Альвареса. На 338 ударов больше нанес Траут. Ну, и попал больше. Тем не менее, победа осталась за Альваресом. Вероятно, по имени Альвареса, по его имиджу, по тому, что его удары были более очевидны. И вот тот нокдаун. Но, с другой стороны, как один из судей оценил этот бой, 118-109 в пользу Канелло. Ну, это... Какой-то совершенно из ряда вон выходящий счет. Доусону поклонники бокса подарили. И четвертый раунд с большим преимуществом, нежели тот раунд, в котором он дважды посылал соперника на пол. Ну, бывают чудеса. А подарили четвертый раунд за действие на ближней дистанции. За вот те пары атак. Для Доусона это очень большой бой. Секс с чемпионом мира на телевидении американском. Наверное, второй по значимости в карьере после титульного поединка против Сергея Дзинзюрюка. Ну, вот, посмотрите. По процентам Доусон впереди, а по выброшенным ударам какое преимущество у Траута. Ура! 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 Вот этой правой и стоит опасаться Трауту. Ждет ошибки. Ждет Доусон ошибки от Траута. Траут превосходит его в скорости. Но Траут все-таки периодически замирает достаточно открытым. �ина, шум проект Аксэнерсио. червясио. Корректор А.Кулакова Траут הפeth Горьевис Удар вечера Очень хорошо вытянул на себя Дулсон противника Ничего не опасался Траут идя в атаку И вот показал австралиец Чего стоит Устину Побаиваться Не дает Траут подобраться К себе Дулсона Но Дулсон и не стремится Сам начинать атаку Очень осторожно Даже джеб выбрасывает Дэниэль Доусон Прекрасно понимаешь Что состязаться в скорости С соперником который На 8 лет моложе Который уже был чемпионом мира Побеждал такую суперзвезду Как Мигель Котта Ему будет очень непросто А вот здесь был шанс По верхнему этажу Пробить у Дулсона Нет он предпочел ударить По корпусу А вот оно попадание Опасное Когда у канатов Траут При всей его подвижности Есть у него моменты Когда он Оказывается в очень Невыгодном для себя Не очень легкая ситуация Тут и у Траута Не только в том плане Что ему обязательно Нужно выигрывать Но и Последнее время Он Не встречался С боксерами Которые исповедовали Вот такой стиль Исключительно от обороны Исключительно Контратакующий С небольшим количеством Выброшенных ударов И Альварес И Лара И Мигель Котта И Делвин Родригес Все Предлагали встречный бой Обоюдоострый Последний удар Комбинации За Траутом Левый боковой Еще раз Левый Улыбается Доусон Но понимает Что такие удары Пропускать не стоит Просто количество Перейдет в качество И Концовка такая Обоюдоострая Но здесь конечно же Траут Траунд выиграл Но так и надо действовать Получает совет От тренера Траут В начале раунда По корпусу Дальше Переходи На верхний этаж Все Оставляй без изменений Ну а что тут говорить Все было ясно и до Начала поединка Зачем лишний раз советовать Выбрасывать Контрудары Семь Седьмой раунд Даже несмотря на Два нокдауна В которых он оказался Остин Траут На мой взгляд Бой контролирует Очень четко По очкам Ведет Но С другой стороны Если еще пару раз Нарвется Что вполне Вполне возможно Может быть И нокаутирован А может Проиграть всего Три раунда В бою Но зато С таким преимуществом Которое хватит Доусону для победы Продолжение следует По прежнему Справа По корпусу Слева По корпусу А потом Вроде бы Такая же комбинация Но с левой В голову Уже летит удар И Доусон Все чаще пропускает Не успевают Разрядить Свою правую Австралиец Достаточно Для Траута Посмотреть Действует Исключительно По прямой Не пытается Даже Двигаться По фронту Входят На Дистанцию И выходят Нанеся удар И этого Вполне Хватает Для Доусона Но для Других мастеров Весового дивизиона Маловато Будет Что-то с ногой Еще случилось Подвернул Видимо Доусон Не очень Вовремя Рванул В атаку Мощнейший Правый Аперкот Как дернулась Голова У Доусона Но Выдержал Однако Ясно Что накапливается Накапливается Вот этот Тоннаж Ударов Траута Но Вот Таким ударом Честно говоря Может Доусон И Закончить Бой Как мы видели В самой концовке Одним Единственным Попаданием Потому что Повторю У меня такое впечатление Что у Остин Траут Удар держит Очень и очень плохо Левша Доусон Вот и произошло Произошел Эпизод Который Сейчас Разбирается Наступил На ногу Но Наступил Не на ту ногу Которую Сейчас Врач проверял Та наверное Осталась В таком Неудобном положении Пришлось перенести Весь вес на нее Чтоб не упасть Дай ему подойти Ну Все меньше и меньше Шансов У Доусона Но они есть И он доказал В третьем раунде Какой у него шанс За счет чего Он может победить Демонстрирует готовность К бою Доусон Доусон Один силовой удар Попал В предыдущем раунде Доусон Ну что тут еще скажешь Против 23 У Траута Разделывает под орех Траута Противника Однако Дальше не буду добавлять Справа Справа слева попал Еще справа слева Очень тяжелом положении Сейчас Доусон И Сразу вставать готов Доусон Доусону надо бы на колени Постоять Немножко Прийти в себя Затяжная Многоударная Атака Ударов 12-14 Сейчас пропустил Доусон Оказался на настиле ринга Очень ему тяжело Достоит ли до конца раунда Конечно же Сейчас Вцепится Траута Противника Ему нужна Мало того Что победа Эффектная победа Ему нужна Промахивается Доусон Насколько Восстановился Траут Конечно же Промахивается Насколько Восстановился Доусон Такое впечатление Что полностью У него Закончился Бензин Вяжет Траут Для того Чтобы Выгадать себе Несколько секунд При том Что бой Чистый Но здесь Никто Не осудит Даниэля Доусона Вот на средней дистанции Если рискнет Доусон И оставит Себя открытым Но выбросит Большое количество Ударов Может попасть А может И лечь И снова Раз за разом Левая В разрез Достигает цели Со стороны Остина Траута Припадает на ногу На правую Доусон Даров пропускает Много Ну Вот концовка Этой атаки А нет Месте с начала Мы ее смотрим Видимо Три удара И на на стиле ринга Доусон Могучие выстрелы Не знаю Не Примут ли решение Секунданты Оградить своего бойца От такого избиения Да и тем более Если действительно Серьезная травма Ноги Вот примерно Так же В 10 раунде Держал победу Нокаутом Сергей Зиндзирюк Над Доусоном Замучил его Сначала джебами А потом Ну вот В том самом В 10 раунде В течение Почти 40 секунд Ни одного удара Не нанес Доусон Вот здесь 54 удара Пропустил 8 всего лишь Нанес И снова Голова Откидывалась Как у Китайского Болванчика Но держится Удивительно Может быть Увидим Белое полотенце Если Продолжит Атаковать С такой же Интенсивностью Траук И пропускать Доусон Жуткий удар Джек Рейс Ну В принципе Может вмешаться Пытается отвечать Доусон Двигает корпусом Не сдается Но Мужеству Доусона Надо отдать Должное Конечно Посмотрел Внимательно Рейс На Австралийца И Разрешил Продолжать Вот она Правая На которую Все-таки Доусон Еще полагается Ну И Кто знает Чего Только в боксе Не бывало Да При том Что Полный Контроль За поединком Устона Траута Ну Практически Все 9 раундов Кроме Третьих Да И там 5 ударов Доусона Два из них Привели К Нокдауну Снова Попадает Траут Как выставил То Сейчас Даниэль Тяжело Ему Двигаться Видно Что Болит Нога Действительно Болит Очень Медленно Уже Летят Руки У Дос Не летят Именно Двигаются Но Похоже Достоял Он До конца 9 раунда Содержался А уже Казалось бы Сейчас Бой Будет Закончен Так Заключительный раунд Сейчас мы с вами будем наблюдать Уже Не требуется Сверх усилия От Траута Но Он постарается Он постарается Закончить бой Досрочно Пусть и в заключительном раунде Надо умно провести этот раунд Не зевай Дэниэль Доусон Но аплодисменты и тому и другому На самом деле за мужество За стойкость Мастерства у Доусона Естественно Поменьше Чем у Траута Но держится И не сдается Рассчитывая на свои Минимальные Но все же шансы 8-6 на 12 Это за последние Три раунда Силовые удары Преимущество Семикратное Давно такого не видел Никакой пощады сопернику Никакой пощады себе На тихой волне Траут не собирается Проводить Заключительную трехминутку Хороший бой Для Траута Именно для того Чтобы почувствовать Эту соревновательную составляющую Боевую составляющую Он не выходил на ринг С декабря прошлого года И вот теперь вернулся И противник непростой Он не имеет права себе Простых выбирать уже Доусон Ну наверное Одна из последних попыток Но Перчатки пролетели Над головой Костина Траута Нет шаг назад делает Доусон Все-таки Шашки Наголо Шапки долой Нет Не получается Но нет силы Он почему-то бросается вперед Передней ногой Вместо того Чтобы Бить Может быть В такой ситуации Вспоминает Свои кикбоксерские навыки Нет Достоит видимо Доусон До окончания поединка В атаке Траут Все Закончен бой Траут Одерживает Хорошую победу В этом нет сомнений Кстати говоря Это его прозвище Без сомнений No doubt Ну и Аплодисменты Даниэлю Доусону За стойкость Субтитры создавал DimaTorzok Ждем официального решения Ну а подытоживая Увиденное Скажем что Хорошие два поединка Мы наблюдали И видели В них Двух Высококлассных Боксеров Остина Траута Ну и Эрика Банэя Так бы Тоже бы Отнес К парням Ну давайте так говорить С большим Большим потенциалом Именно с природным Талантом Я думаю Что счет Который выставил Тедди Атлас Как раз Точно передает Картину Поединка Ну Судьи Периодически Насчитывают То Что от них Ожидать Не приходится Об этом Мы Много Много раз говорили Ну а вот Прекрасный эпизод Великого Ужасного Тедди Атласа Обливают Холодной водой И как же Радуется Его помощник Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кушат Холодной воды Сауль Радуется Ну а мы Готовы Выслушать Вердикт Судей Таксамари Боя И вот он Третий раунд Когда Похолодили Сердца Поклонников Остина Траута Дважды Дважды Он оказывался На полу Но затем Вернул Бразды Правления В свои руки Отквитал 1 Нокдаун Едва Не закончил Бой Досрочно И в результате Не сомневаемся Что будет именно он Объявлен победителем 97 на 90 Карточка Стэди Атласа 8-2 по раундам От Поклонников Бокса 4 раунда Со 100% Результатом За Остина Траута Достаточно редкое явление Сидит на стуле Доуса Но Тут дело в том Что видимо Нога Беспокоит И серьезно Все три судьи 97-90 Равно как и Тедди Атлас Вот тоже Редкая солидарность Остин Траут Печален Дэниэль Доусон Но все он Прекрасно Понимает Одерживает 27 победу Остин Траут В своей карьере И идет дальше Пожелаем ему Дальнейших успехов Ну а На этом Мы заканчиваем Наш репортаж Смотрите нас Уже В октябре Вернется программа Friday Night Fights Немножко в другом Формате Среда Состоятся поединки Соответственно Мы увидим их В четверг утром Для вас сегодня Работал я Сергей Лазовский И всем Самого доброго Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!